Музыка Через индийские джунгли шел караван. Впереди слоны, нагруженные коврами, шатрами и мебелью. За ними следовали слуги на запряженных быками повозках с постельным бельем и посудой. Замыкала караван молодая англичанка на лошади, к которой индийцы обращались Мэм Сахип. Жена инженера Лоуренса Даррелла, Луиза, следовала к мужу. В трех шатрах размещались спальня, столовая и гостиная. За тонкой брезентовой стеной по ночам кричали обезьяны, а под обеденный стол заползали змеи. Мужеству и выносливости этой женщины мог бы позавидовать и мужчина. Она была идеальной женой для строителя империи. Не рабща на тяготы и невзгоды, всегда находилась рядом с ним. Возводил ли он мост или прокладывал сквозь дебри железную дорогу. Шли годы, а вокруг супругов менялись только города – Дарджилинг, Рангун, Раджпутана. 7 января 1925 года, в период затяжных дождей, когда семья жила в провинции Бехар, на свет появился их четвертый ребенок – мальчик, которого назвали Джеральдом. Когда Джерри исполнилось три года, неожиданно умер глава семейства. Взвесив все «за» и «против», Луиза приняла нелегкое решение – переехать с детьми в Англию. Ларри, Лесли, Маргарет и Джерри нужно было дать образование. В Англии Джерри попытались отдать в школу, но он мгновенно возненавидел это заведение. Всякий раз, когда мать начинала собирать его в школу, он прятался. А когда его находили, с воем цеплялся за мебель, не желая покидать дом. В конце концов, у него поднималась температура, и мальчика укладывали в постель. Луиза только пожимала плечами. Если Джерри не хочет учиться, так тому и быть. Образование ведь не главный ключ, к счастью. Неуютно в Англии было не только Джеральду. Непривыкшие к холодному британскому климату, остальные дарлы полностью разделяли его чувства. Страдая без солнца и тепла, они решили перебраться на Корфу. «Я чувствовал себя так, словно со скал Борнмута меня перенесли на небеса», – вспоминал Джеральд. На острове не было ни газа, ни электричества, зато живности хоть отбавляй. Под каждым камешком, в каждой трещинке. Настоящий подарок судьбы. Животные были самой большой страстью Джерри. По воспоминаниям родных, первое слово, которое он произнес, было «зуу» – зоопарк. А его самым ярким детским воспоминанием стала пара улиток, которых он обнаружил в канаве, гуляя с няней. Мальчик никак не мог понять, почему этих удивительных существ она назвала грязными и ужасными. А местный зверинец, несмотря на невыносимый запах нечищенных клеток, который буквально валил посетителей с ног, для Джеральда оказался настоящим клондайком впечатлений и начальной школой понимания животных. На Корфу восторженный Джерри даже перестал противиться учебе. У него появился преподаватель Тео Стефанидис – чудаковатый местный доктор. Старший брат Ларри считал его опасным человеком. Тот подарил мальчику микроскоп и часами рассказывал ему о нелегкой жизни богомолов и лягушек. В результате живности в доме стало столько, что из клоповника, как называли домашнюю комнату Джерри, она стала расползаться по всему дому, вызывая шок у домочадцев. Чтобы привить ученику азы математики, Тео приходилось сочинять задачи вроде «Если гусеница съедает в день по 50 листьев, сколько листьев съедят три гусеницы за?». Однако, несмотря на все ухищрения учителя, кроме зоологии, Джеральда всерьез ничего не интересовало. Впоследствии многочисленные почитатели Даррелла с трудом верили, что известный писатель и натуралист – фактически человек без образования. Факт остается фактом. Хотя научиться чувствовать и понимать мир животных нельзя ни в одном университете мира. С этим даром нужно родиться. В 1939 году над греческим островом стали сгущаться тучи. Начиналась война. Пробыв на Корфу пять незабываемых лет, дарреллы вынуждены были вернуться в Англию. Они прибыли в обществе трех собак, жавы, трех черепах, шести канареек, четырех щеглов, двух сорок, чайки, голубя и совы. А Корфу навсегда остался для Джеральда частью огромного мира, большим, нежели просто воспоминания о безмятежном детстве. Подросшему Джерри в Англии подвернулась работа дежурного в зоопарке Уипснейт, лондонского зоологического общества. Работа изнуряющая. Джерри с иронией говорил, что его должность называется «мальчик на позверюшках». Однако это его совершенно не угнетало, ведь он был среди животных. 14 декабря 1947 года Даррелл отправился в свою первую экспедицию в Африку. Прибыв в Камерун, Джерри почувствовал себя ребенком в кондитерской лавке. «Несколько дней после приезда я точно находился под воздействием наркотиков», – вспоминал он. «Как школьник я принялся ловить все, что меня окружало – лягушек, мокриц, многоножек. Я возвращался в гостиницу, нагруженный банками и коробками, и разбирал свои трофеи до трех часов утра». Семь месяцев пребывания в Камеруне без остатка съели все средства. Джерри пришлось срочно телеграфировать родным о высылке денег. Впереди был самый трудный этап экспедиции – возвращение домой. Животных надо было перевезти на побережье, припасти им еды на дорогу. Прибытие Дарреловского ковчега было замечено прессой, а вот представителями зоопарков почему-то нет. Несмотря на то, что Даррелл привез из Камеруна редкого зверька – Ангвантиба, которого не имел ни один европейский зверинец. Зимой 1949 года этот звериный маньяк, как его называли домашние, раздобыв денег, вновь отправился в Камерун. Постепенно Даррелл становился звероломом с именем. Писательская карьера Даррелла началась почти случайно. Однажды, слушая, как некий автор читает по радио свой рассказ, он принялся нещадно критиковать его. «Если можешь написать лучше, сделай это», – заявила ему жена Джеки. Рассказ о том, как зверолов охотился на волосатую лягушку, вскоре был готов и отослан на BBC. Его приняли и заплатили 15 дней. Вскоре Даррелл прочел свой рассказ по радио. Воодушевленный успехом, Джеральд засел за роман о своих африканских приключениях. За несколько недель «Перегруженный ковчег» был написан. Книгу приняло к печати издательство «Фабер и Фабер». Она вышла летом 1953 года и сразу стала событием. Свой гонорар Джерри решил потратить на новую экспедицию в Аргентину и Парагвай. По возвращении из Аргентины в Англию он засел за новый роман «Под пологом пьяного леса». Окончив его, Джерри заболел желтухой. Он лежал в комнатке в доме сестры Маргарет, не имея возможности даже спуститься в гостиную и от нечего делать стал предаваться воспоминаниям о детстве. Результатом желтушного заточения стал роман «Моя семья и другие звери», лучший из всех созданных Джеральдом Дарреллом. Это произведение было включено в Великобритании в обязательную школьную программу. Всего Джерри Даррелл написал более 30 книг. В 1959 году Даррелл создал на острове Джерси зоопарк, а в 1963 на базе зоопарка был организован Джерсийский трест охраны дикой природы. Основная идея Даррелла заключалась в разведении редких и исчезающих видов животных в условиях зоопарка с целью дальнейшего их расселения в местах естественного обитания. В настоящее время эта идея стала общепринятой научной концепцией. Если бы не Джерри Даррелл и Джерсийский трест, многие виды животных сохранились бы только в виде чучел в музеях. Субтитры создавал DimaTorzok